Идем дальше. Итак, 2023 год. Власть, финансы, ресурсы, угрозы. Так, вкратце я бы назвал эту тему. И надо, давайте об этом поговорим. Власть в 2023 году будет мобилизована, ожесточена, уплотнена, упакована в броню и до народа, до своих граждан будет холодна, цинична, жестока, прагматична, надменно и невысокопарна. Вот так бы я это все назвал. Во всех странах. В России, в Украине, в Европе, Юго-Восточной Азии, везде. И в СНГ в том числе. 23 год, год Марса, боговойны, разрушения конфликтов и завоеваний, это год не только войны и разрушений, но и прогресса, обновления всей системы государственной власти. Законодательной, исполнительной, судебной и так далее. То есть новые законы, новые репрессии, ограничения и так далее. О чем я скажу потом в следующем видео. Отдельно посвящаю его этому. Поэтому власть жестока, справедлива, надменно. Она себя защищает, свои интересы, границы, свои ресурсы и так далее. И почти все страны будут обращать в 23-м году внимание на оборону и системы вооружения. Так что это год, конечно, власти военной, как в России, погонной. Погоны везде. Как Николай Гурьянов про Террии на острове Залито мне сказал и некоторым людям. Власть его будет погонная. Это о Путине. Это в далеком 1997 году. Вся страна это пророчество прочитала в интернете в свое время. Потом поудаляли. Ну, кое-где есть. Почитайте. Поэтому власть с железными зубами, когтями, чугунными сапогами, щитом и мечом наперевес. Вот такая власть будет весь 23-й год. Даже не думайте свергать власть в 23-м году ни в одной стране. Ну, в России это не дорозит, в Белоруссии тоже. Казахи, надеюсь, если у них еще мозги какие-то остались после событий января этого года, наверняка отрезлели многие. Я надеюсь на это. Пока по переписке я это не чувствую. Они, видимо, не дошло до них. Что через несколько дней будет весь мир обсуждать события прошлого года января месяца. Весь мир. Кадры будут по всему миру. Все будут задавать вопросы казахам и власти тогда казахской. Вы что, с ума сошли? Вы что творили со своей столицей вторую Алмату? Это что было? Вот на эти вопросы за год ответов я не получил. И весь мир тоже. Может, вы получили казахи? Я не знаю. Но я не получил ответов. Я не понимаю, что это было. Мне разъяснили, но я это не понимаю. И я надеюсь, что в 23-й год и Казахстан, и Россия, и все, кто приехали к Путину, все восемь президентов в Санкт-Петербург вчера и сегодня, они продолжают. Они все хотят сохранить свою власть. Естественно. Выборов ни у кого не должно быть. Насколько я осведомлен, ни в одной стране СНГ выборов президента в 23-м году, по-моему, не должно быть. Значит, поэтому с властью не шутите в 23-м году. Не надо этих, так сказать, одиночных пикетов. Мы за мир, 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 да будет мир. Это чушь, все. Надо было раньше это делать. И на Украине. И в других странах. Сегодня пить боржоми поздно уже. Все. Время ушло. Теперь начинается новый этап. Агрессивный, жестокий, кровавый и так далее. Так что власть силовая в 23-м году везде. В Париже, во Франции, в Англии тоже, в Америке. Хотя там спящий Джо с трудом понимает, что происходит. Везде. В Мексике, в других странах. В Европе тоже. Власть не трогайте в 23-м году. Не злите, не нападайте, не критикуйте. Это бесполезно, во-первых. Опасно, во-вторых. И будет иметь последствия. Вот всем об этом говорю. Чтобы потом не жаловались, что я этого не говорю. Финансы поют романсы. Скачки цен, скачки валютных спекуляций. Как я уже говорил в предыдущем видео. МВФ и Всемирный банк в критисе жесточайшем. У них на вторник выпал гоничный цикл. Так что их колбасить и трясти будет очень серьезно. И если они не произведут реформы внутри конторы своей. Если не подавят сомнения панику внутри жесткой рукой вторника. Такого правды Иоанна Крестителя. То дела их плохие. Сокращение ресурсов и тому подобное. Инфляция. И отказ от евро и доллара во многих странах мира. Так что с финансами будет очень все тяжело. Значит, медицина кое-что перепадет. Потому что угрозы в предыдущем видео про эпидемию уже началось. Вы слышите, видите, уже пошло-поехало. Вчера было сообщение, я прочитал в телеграмме, значит, что иммунная система детей сейчас нарушена после пандемии. И сейчас дети под угрозой во всем мире. ОРВИ, простудные заболевания и так далее. Это по всей Европе, во-первых, сказали. Но это и нас коснется тоже. Потому что мир связан, самолеты летают. Так что с финансами очень сильное напряжение. Рублю ничего не грозит. Это безусловно. Сейчас это повышение. Понятное к Новому году, к праздникам. Всегда такое было. Всегда. Каждый год такое происходит. Потом это все немножко откатится назад. У нас финансы в России будут в полном порядке. У нас есть ресурсы и так далее. Не с чем подкрепить и так далее. И, значит, финансы переходят потихоньку на национальные валюты и золотой стандарт. Так что вот та американская история, которую я рассказывал. Бреттон-Вудская конференция и законы, которые вывели из золотого стандарта, деньги во всем мире, под доллар легли все. Вся эта история начинает откатываться назад. Сейчас все страны, Казахстан, Киргизия, у кого есть золоторудные месторождения, мы работаем сейчас в Магадан, там другие регионы, Алтайский край даже. Сейчас все эти новые шахты будут старые, новые, разрабатываться, финансироваться, включаться в процесс инвесторы будут. Значит, по старым, отходным этим горам будут, так сказать, проходить уже более современной техникой выбывать золото. Сейчас за золото будет идти война, борьба и так далее. Никому эти бумажки уже евро-доллары не нужны будут. И постепенно система меняется. Россия провела за 22-й год переговоры со странами Африками, через Брикс, Шосс и так далее, о том, чтобы перейти на золотой стандарт. Если мы это сделаем, а это, кстати, война в Украине как раз и для того, чтобы мы этого не сделали, чтобы мы истощились и так далее. Я вообще не понимаю, как они себе представляют, что Россия может истощиться. То есть, представляете, они настолько не понимают, кто мы такие, какая у нас страна самая большая в мире, чего у нас только нет. Вот они не соображают совсем, как можно истощить, неважно, войной, голодом, пандемией там или еще чем-то, Россию. Ну, как это возможно? То есть, совсем люди с головой не дружат. Так что с финансами все жестко. Рискованные операции и так далее. Падение, рост, падение, рост. Предкризисный мировой период. Мирового кризиса. Мы подходим к этому в 23-м году очень близко. Поэтому с финансами все сложно. А тем более, сейчас будет очень много военных конфликтов. Видео будет отдельно по этому поводу. Так что финансирование жесткое. Печатный станок многие включат. Нехватка финансирования. Очень многие страны не поднимали зарплаты. В Европе, во Франции, в Англии, в Голландии, в других странах. Своим сотрудникам, медикам, пожарным, полицией и так далее. Вот сидели эти шишки европейские, вот это элитам. Масоны, миллиардеры, вот эти торгаши все. Медицинские и прочие. И думали, что они так просидят всю жизнь. Ничего подобного. 23-й год. Это крах системы финансовой во многих странах. Не в России. В Украине, Молдове. Значит, Грузия там тоже будут колебания свои. Но она как-то удерживается пока потихоньку. Вот молодцы. Нейтралитет выбрали и устояли. 22-й год. И хорошие показатели по инвестициям и так далее. Не по зарплатам, конечно, но хотя бы так. Власти и финансы. Почему я объединил? Власть будет контролировать финансы везде в 23-м году. Не будет расходов с самолетов. Никто разбрасывать не будет, как в Америке в 20-м. В пандемию. Этого уже не будет. Потому что вся власть понимает, в этот тяжелейший 23-й год, где все воюют со всеми, финансы надо жестко контролировать. Жестко. Поэтому нам тоже не на что рассчитывать в России. Какие-то повышения большие, пенсии, зарплаты. Забудьте, русские люди, россияне, забудьте. 23-й год не про это вообще. Вообще не про это. Экономьте на чем можете. Откладывайте на черный тень. На всякий случай пожарный. Болезни, похороны близких, родных. Профилактика медицинская какая-то. Вот лекарства, похороны. Ну, само собой, питание и образование. Все. Не до шика, не до какого. Не до драгоценностей бриллиантов, там, машины, всякой лабуды и другое. Это никому не нужно нигде в 23-м году. Все. Прошла эпоха. Чуть-чуть там до развлечения какие-то. В кинотеатр на «Аватар-2» сходить. Великолепный фильм «Совет». Потрясающий. На другие шедевры это, пожалуйста. Что эмоции нужны. Театры, музеи. Все. Про роскошь забыли. Экономим на всем. Ресурсы. Тема следующая. Ну, это понятно. Золотовалютные ресурсы. Значит, продажа чего не надо. Скобка чего надо. Россия сейчас очень много инвестирует в СНГ, в тот же Казахстан, в Узбекистан, в Узбекистан. Даже Туркмения начала соображать. Уже потихоньку включается в процесс. Там железная дорога, там Казахстан, значит, Узбекистан, Туркмения. Значит, наши инвестируют. И пошло-поехало, пошло-поехало. То есть, с точки зрения ресурсов и инвестиций, год 23-й прогрессивный, прорывной. То есть, допуски, наконец-то, будут туда, куда раньше не пускали. Вот не пускал Казахстан в свое время китайских инвесторов и так далее. Сейчас такая все открыл. Безвизовый режим Китаю открыл в Казахстане. Инвестиции, пожалуйста. Назарбаев сдерживал, потому что прекрасно понимал, что Китай, если захочет, вот так купит весь Казахстан. И не моргнет глазом. Вот как Турция Аджарио купила всю, там уже ничего не осталось, все турецкое. Вот так же Китай может купить весь Казахстан. А вот сейчас в пандемии они рванут. Значит, границы открыли, потому что народные бунты уже начались. И сейчас все эти зараженные китайцы полетят по всему миру. И в Казахстан в том числе. Вот вам, Такаев, получите инвестиции. Тут нужна разумная политика. Ресурсы ресурсами, а здоровье, безопасность и прочее – это все угрозы. И 23-й год их четко обозначит. Куда можно, куда нельзя. Так что ресурсы государства будут накапливать, остальные тратить. Европа тратить – мы накапливаем. И все, и Китай, и Индия – все накапливают. Южная Корея, как может, тоже. Япония. Все умные страны. Про Америку не знаю. А что им накапливать? Напечатали деньги, да и все. Ну, инфляция, сами знаете, какая. И удорожание всего. Вот эти все праздники до крещения, вот до 18-го, 19-го января, я в ночь на крещение родился, кто не помнит или забыл, или не знает. Вот эти все сейчас праздники, они покажут суть и покупательные способности, и ресурсов населения, и финансов, чахнущие финансы населения и так далее. Кто на что способен. У нас уже сокращение, я читал вчера статистику, на 18% покупной способности на Новый год люди сэкономили. Но это официальные данные. Я думаю, что гораздо больше. Я думаю, что 25-30%. Сейчас всем не до праздников, не до шикарных банкетов, заработков, корпоративов и так далее. Ну, не всем, конечно, нефтегазовый, так сказать, сектор шикует, там военный тоже может себе позволить что-то. И все, и все, ну строительные еще так, так сказать, если договорятся с хорошими заказами, могут себе что-то позволить. А все остальные сидят на жестком сухпайке военном, сухпайок военный. Это касается всего власти, финансов, ресурсов. Никто шиковать не будет. Для настроения нам будут выбрасывать, так сказать, на телевидение, концертики, там потанцевали, фильмы хорошенькие какие-то, чтобы мы так совсем не зачахли, не раздражались, не пошли с красными флагами по городам и висим. Вот такая история. Ресурсы тают, их надо экономить, беречь и так далее. Это проблема. Вот так в общем, с охватом, насколько я способен сказать за короткое время обо всем, тем огромная власть, финансы, ресурсы. Кризис, напряжение, мобилизация, военизирование. Вот так, если обобщить. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео. Буду рад комментариям. Спасибо, что послушали. Идем дальше. С cups. Спасибо.